Эти главы, они связаны друг с другом и тоже касаются вопросов чистоты и нечистоты. Тазрия – это 12 глава с 1 стиха по 13 главу 59 стих, а второе царство или четвертое царство у нас с 4 главы 12 стиха по 5 главу 19 стих. И Мецара с 14 главы начала по 15 главу 33 стих, а второе царство, у нас четвертое царство, с 7 глава с 3 по 20 стих. И говорил Бог, обращаясь к Маше так, в Эдебер, Адонай Альмаше, Леемор. Скажи сынам Израиля, если женщина зачнет и родит сына, то нечиста будет она 7 дней, как во дни отстранения ее по обычной болезни. Она будет нечиста. А восьмой день пусть обрежет крайнюю плоть его. Не ее, а младенца. Крайнюю плоть младенца, да, его. И крайняя плоть здесь написана. Увайом хашмии им моль бессар орлато. Помните, мы говорили, что надо обрезать? Орла, да? Орлато, его, да, его самый этот орган орла. И поэтому здесь говорится о туме. Туме. Тума, женщины, родившей сына или дочь. Тума, которая появляется на коже человека. Тума из-за цараат. И виды тумы, и признак возможности цараат, язвы. И сразу идет следующее, логически связанное с ним глава, мецара. То есть мы говорим про казу, но опять-таки здесь говорится о язве, о язве проказы. И когда, видите, говорится о нечистоте, мы употребляем тума. Да. Видите, там означает чистый, да? А тум нечистый. Халель, святость. Хилуль, да? Вот, хилуль, это что? Халель. Прославление, да? Хилуль, это что? Хула. Да, прославление и хула. Одной лишь огласовкой отличается, да? И видите, там тум, да? Чистый или наоборот, нечистый. Тума. И почему же, интересно, рождение человека вдруг оказывается связано с нечистотой? Неужели это что-то плохое? Святость, видите, супружеских отношений, святое, да? Рождение ребенка свято, да? А жена вдруг оказывается вынуждена, да? Быть какое-то время в ритуальной нечистоте. Запомните, что нечистота, это не является грехом. Да? Да? Поэтому не сказано, что женщина, имеющая сексуальное отношение с мужчиной, наступает в грех. Как некоторые думают. Или раз родила, то значит во грехе меня родила мать и так далее. Когда говорил об этом Давид, да, то там, может быть, имеются совершенно конкретные вещи. Потому что, скорее всего, Давид был не сыном жены, да, сыном наложницы. Мы можем это предположить из-за того, что, когда приводили всех сыновей, да, Давида почему-то забыли. И если бы не Господь напомнил, тогда про Давида дальше и не вспомнили бы. Тут совершенно другие вещи. И видите, интересно, что рождение – это особый процесс, особый феномен. И традиционная еврейская молитва, которая звучит в восхищении Божьим миром, а ее читают ежедневно, начинается с благословения тому, кто создал Ашер Яцар, тело и душу человека. И действительно, очень удивительно, как материальная оболочка является вместилищем Божьего, Божьего Духа. Правда? Вдохнул Господь Дух свой и стал человек что? Душою живою. То есть мы созданы по образу и подоживу Божию, и еще по определению, в каждом из нас есть Дух Божий, да? Хотя он может проявляться и не проявляться. Ни в одного животного так не сказано. Помните Псалом? Псалом. У нас это какой Псалом? 138 или 139? Потому что у евреев тут есть различия. Говорится о человеке и о том, как создается человек, да? 15 стих. «Не была сокрыта от тебя сущность моя, когда я созидаем был в тайне, образуем в глубине земли». По-моему, 138 в русской Библии и 139 в еврейской. Нашли? «Не оформлены видели меня очи твои, и в книге твоей записаны все дни, которые сотворены будут, и мне назначат один из них. И как трудны для меня апостолов твои Божии, как велико число их». Хотите, я поэтически прочту вам перевод? Что есть дословные переводы, да, есть поэтические. Как говорил Незнайка, когда сочиняю стихи, то должен быть смысл или рифма, да? Если появляется рифма, значит, меняется смысл. Да. И это поэтический перевод с еврита «Вера Горд». «Ты изучил меня по стих, хоть это я твой ученик. Ты знаешь, вот я сел, вот встал, сквозь облака, сквозь толщу скал. Ты зришь, при ножнах ли рука, читая мысль издалека. Ты окружаешь мой ночлег, к моим привычкам ты привык. Словцо, что лишь взяло, разбег, что лишь ступило на язык, с небес ухватываешь ты. На лбу моем твои персты. Как страшно знание, зрить насквозь, не дастся мне, как не далось. Что отогнуть, чтоб подсмотреть, как сплетена познание сеть? О, Явы, зоркостью твоей я взят врасплох. Из всех сетей куда бежать, с какой версты? Начать тебя, терять тебя, все ты. Ваду ли постелю постель, взлечу ли в ись, в ись, ан вот ты, эль. Уйду ли примкну к крылам зари, за гребни волн, за корабли. Жить поселюсь за синевой, близ бездна услышу оклик твой. Скричу ли злясь, сходя с ума, что мой приют ночная тьма. Но в лунность ночь подобие дня, и в ней нет убежищ для меня. Коль выдает так с головой, насквозь пронизана тобой. Бог, у тебя есть книга дней, где писана рукой твоей. Кому, когда родиться в мир, так я был соткан в нужный миг в очреве матери моей. Был прежде сном твоих очей, нечеткой грезы, но, Господь, сколь настоящий дух и плоть мои, послушные вполне тебе и мне, тебе и мне. До моего вхождения в явь ты ввил меня в перстах, то я, не мыслим ни один изъян в твоем изделии. Дивен я, мир полон помыслов твоих, как дюн пустынных волн морских. Мне труден смысл высокий их, но жить близ мест трудов твоих так утешительно тепло. Лежа добру мешает зло, во сне лес похвачусь, ты вот, но глянь, вдали толпится сброд притворно любящих тебя, зря имя ягве теребя. От нечестивых расскажись, избавь от них земную жизнь, ибо презрел я свыше сил людей, которые ты не видел. Кто шевчет, плох, мол, элагим, тот враг мне, я воюю с ним. Восставший на тебя твой раб, как он смешон, как мал и слаб. Во мне исследуй сердце Бог, и дух, и помыслов поток. И если сбился я с пути, испортил нрав, исправь, прости. Сам процесс зачатия связан с «я да, познал, познал такую-то свою жену». То есть, познать непосредственно глубоко в Библии является термином для обозначения полового акта. Как это прекрасно, да? Вот. Ну, а есть даже перевод такой. New English Bible, Oxford, Cambridge, Cambridge. И человек лёг и переспал с женой своей, и та зачала. Какая разница, да? Вот так вот. Если женщина зачнёт и родит младенца мужского пола, то нечиста она будет в семь дней, как в дни страдания её очищения. О беременности и родах говорится в Библии в глубокопрозаической манере. И всё же тайна. Тайна, да? Тайна женская, нечистота. Тагарат, а мишпаха. Или семейная чистота. Тагарат, а мишпаха. Женская чистота. Или семейная чистота. Тагарат, а мишпаха. И вот законы чистоты и нечистоты, несмотря на то, что храма нет, продолжают действовать поныне. Вот как говорит Раббе Симлай о зародыши, который лежит в утробе матери. Вы понимаете, что аборт, да? Нету такой критически, что сказать, где это зародыш, а где это человек уже, да? Вот что говорит Раббе Симлай, это третий век нашей эры. Зародыш лежит в утробе матери, свернувшись. Голова зажата между колен, локти упираются в ноги, пяточки прижаты к ягодицам, рот закрыт, но с ато открыт пупок. И через него зародыш ест то, что ест его мать, и пьет то, что она пьет. А вокруг головы у него сияние, благодаря которому младенец может видеть все от одного конца земли до другого. Никогда больше не дано ему испытать такого счастья, как в это время. Он успевает выучить целиком всю Тору, но когда наступает час родиться в мир, подходит ангел и ударяет его по губам, и в результате чего младенец все забывает. Интересно, да? Вот о таком говорит Ваилонский Талмуд трактат Нида. И почему же ангел, да, бьет его, и младенец все забывает? А зачем же тогда ему знать эту всю Тору, а? Говорят, что это похоже на то, как один человек шел по лесу, и вдруг услышал какую-то мелодию. А потом он вернулся домой, и он забыл эту мелодию. Но эта мелодия была настолько прекрасна, что он начал созывать всех музыкантов со всего мира. И потом он начал слушать. То играет, нет, не то. Так играет, нет, не так. И, наконец, он нашел того музыканта, который играет одну единственную мелодию. Но если бы он эту мелодию никогда не слышал, стал бы он ее искать, да? Вот по этой причине, да, ребенок, он чист, он ясен, он пребывает в присутствии Божьем, и он слышит это неизреченное и прекрасное, и видит все от начала до конца мира. А потом остается только смутное понимание чего-то, что утеряно. И тогда человеческая душа ищет, да? И человеческая душа рождается и начинает искать Бога. И человеческая душа, которая рождается на свет, она чиста. Помните, мы говорили? И если бы не было у нее это желание Бога, то она бы давалась бы точно о мраках и грехах. И вот поэтому некоторые, которые говорят, традиционные христиане, что человек нечист, человек грешен, да? Человек не грешен. Он рождается с возможностью грешить, да? А дальше идет его свободный выбор и его ответственность. И еще трактат Нида говорит, три партнера принимают участие в создании человека. Бог, отец и мать. Отец дает белую субстанцию, из которой состоят кости ребенка, его жилы, ногти, мозговое вещество, белки, глаз. Мать дает красную субстанцию, из которой получаются кожа, плоть, волосы, кровь и зрачки. И Бог же дает дух, дыхание, гармонию черт, зрение, слух, речь, способность к движению, к пониманию и развлечению. То есть, выражаясь современным языком, да, получаемые от родителей гены, ответственны только за материальную часть тела. А все, зрение, слух, интеллект и различные дары, которые мы получаем при рождении и до рождения, да, они вкладываются Богом. И они вкладываются Богом. И вот эту рожденную человечность невозможно принять на себя или отвергнуть. Перед тем, как ребенка появится на свет, говорит Драйдер, трактат Нида, его заставляют покляться, что он будет праведником, а не грешником. И что он будет стоять на этом твердо, не обращая в этом вопросе внимания на мнение толпы. То есть, человек рождается личностью. Его рождение не есть случайность. Он уже рождается личностью, способной отличить добро от зла. Его не шевыряют в мир, но посылают в мир, вполне определенной миссией. И действительно, как будто бы он выучил Тору. Но добродетель не наследуется. Мы ее должны приобрести на протяжении жизни. И каждый день, каждую минуту, человеку приходится совершать выбор между добром и злом. Так говорит еврейская мудрость. Хорошо? Ну, это мы, опять-таки, видите, рационалистически наш ум не всегда понимает все. Правда? Есть вещи, которые можно познать. Вот, не по всем логике. Не путем логики. И дальше, мы говорили, речь идет об обрезании. Об обрезании. Семь раз отмерь, один раз обрежь. И вы знаете, что очень много сейчас обрезанных людей. Вообще само обрезание, это еще 3,5 тысячи лет до нашей эры существовало. Она практиковалась у аборигенов Австралии, индейцев Америки и Океании, жителей Индонезии и Африки. И прежде всего, у семитских народов. А в Египте, где проживали в свое время евреи, обрезались только цари и священники. В мире свыше 200 миллионов обрезанных, и может быть даже больше, вы знаете. И есть обрезание, которое делается не только из религиозных побуждений, а, например, в Америке, да, из чисто санитарных. Потому что обрезание полезно в любом отношении. Если мы говорим, берегитесь там обрезание и так далее, здесь говорится не об обрезании. Просто обрезание является синонимом такого действия, которое называется гиюр. Когда человек, принимая ортодоксальный иудаизм, он отказывается от других верований, в том числе нужно четко отказаться от Ишуа, от Иисуса этого требуют. И поэтому, естественно, такое понятие, как гиюр, оно несовместимо. Но обрезание, оно полезно, да, и обрезание – это знак завета между народом Израиля, и не только между народом Израиля, но и между потомками Авраама, да? Поэтому обрезаться или не обрезаться – решайте сами, иметь или не иметь. И само обрезание, видите, называется бритмила, то есть буквально завет слова. А тот ножик, который делает обрезание, называется бритва, да? Бритва. Хорошо. Хорошо. И говорят, что на восьмой день тело ребенка начинает озаряться священной душой, поэтому обрезание делают на восьмой день. Но если есть какие-то медицинские противопоказания, обрезание можно отсрочить или даже вообще не производить, да. И тот, кто обрезание, да, называется моэл. Моэл, да. Моэл, тот, кто делает мила, да, мила, называется моэл. Видите, от слова мила и эль – бог. И есть еще один человек, который участвует в бритмила. Его называют Сандак, или лидиши Сандак, или Санджак, да. И есть даже сын же по-молдавски, кровь, да. Он как бы тоже становится ребенком, этим отцом ребенка, отцом покрови ребенка. Некоторые говорят, как крестный отец в христианстве, так есть выражение посаженный отец. А куда же это сажает этого отца, да, его сажает этого посаженного отца на специальное кресло. Вот, поэтому он сидит, отсюда Сандак, Сандак, посаженный отец. И это считается очень почетно. И он на коленях держит, да, этого ребенка. И еще есть греческий эквивалент этого слова, называется синдикос. И синдикос означает адвоката и вообще полномочного представителя. Отсюда, кстати, современный синдикат. А кто же наш синдикос, Сандак или наш посаженный отец, у которого мы на коленях, и у которого происходит обрезание нашей духовной плоти? Если он наш адвокат, правда? Иешуа. Иешуа. И интересно, что, вы знаете, что христианство имело еврейские традиции. Вот тут даже у меня сохранена средневековая икона, изображающая, да, что обрезание Иисуса. И все евреи и неевреи празднуют день обрезания Иисуса, хотя не знают, как этот день называется. Новый год. Новый год. Новый год. Так получается интересно, как будто бы Иисус сначала его обрезали, а потом он родился. Если так смотреть у нас, потому что у нас Новый год празднует на две недели позже, да? Вот. А крещение, как будто его крестили. Ну, опять-таки, я не знаю, в какое время крестили Иисуса. Но ему сколько лет тогда было? Тридцать лет, да, чтобы вы знали. Хорошо. И у христиан, видите, вот это обрезание как бы было заменено крещением. Но хотя обрезание и крещение, мы понимаем, что это две больших разницы, да? И при этом сохранилась роль Сандака, как помощника священника. И в средние века немцы назвали такого Сандака Godfather. То есть что? Божий отец, да? Godfather. И отец в Боге. Отец в Боге. Вот. Вообще, я не понимаю, почему теща по-английски называется «мать в законе». А вот спросите, даже к американцу. Теща – мать в законе по-американски, да? Вот этот, в соответствии Сандака, в Германии, назывался Godfather. А евреи, жившие тогда на территории Германии, и, естественно, говорили на идиши, да? То есть измененное, стали Сандакова называть гефаторами. Слово «гефатор» несколько раз перекочевывало из страны в страну и превратилось в «кватеры». Слышали? Кватер такое выражение. Да, превратилось в «кватера». Кватера. И позже стали называть «кватерами» уже не Сандака, а нового участника Бритмила, мужчину, приносящего младенца в помещение, где совершается процедура Бритмила. Кватер принимал ребенка из рук «кватерши», которая приносит его из женской части синагоги, где он до тех пор находился со счастливой матерью. Обычно «кватерами» назначают супружескую пару. Во времена испанской инквизиции были обнаружены мастыри, в котором монахи, происходившие из Марану, совершали обрезание над своими собратьями. Удивительно, что даже евреи, отказавшись от еврейства, да? Очень интересно было в средние века. Мы уже говорили, да, о готах, западных готах, которые переселились в Испании, в частности, вандалы там вместе с ними были. И вот эти готские цари, они очень хорошо относились к евреям. И позднее испанские цари тоже, короли испанские, часто женились на еврейках, и в испанских королях тягла еврейская кровь. А Мараны – это были люди, которые принимали христианство, да, евреи. Но интересно, что до гонения в Испанию, до начала инквизиции, даже было такое время, когда христиане жили совместно с евреями, роднились с ними, и евреи приходили на крещение, становились крестными отцами христианских младенцев. В то же время христиане становились сандаками при обрезании евреев. Интересно, что в 1380 году судили одного еврея. Знаете, за что? За то, что во время полуночного бдения, когда христиане и христианки танцевали, как это было принято в испанской церкви католической, как испанцы и испанки танцуют, вы знаете, да, лавменко и так далее, это происходило на ночных бдениях, и вот этот еврей так разбахнулся ногой, что ударил по алтарю, и все эти иконы и статуи посыпались, из-за чего он нанес ущерб, и его судили. Но если бы он не толкнул, то ничего бы не случилось. Можете себе представить, как это происходило, интересно, да? А потом пришла инквизиция, и Маранам пришлось плохо. То есть, видите, даже во время инквизиции был целый монастырь, да, где священники Мараны обрезали друг друга. Вот такие удивительные вещи происходили. Но по вопросу гигиены выдвинул при обрезании это Филон Александрийский, который говорил, что это хорошо. Вы знаете, что у мужчин, если они не соблюдают правила гигиены, да, то там скапливаются определенные вещества, которые являются канцерогенами за крайней плотью. И это является вредным для мужчин, но тем более является вредным для женщин. Так что, женщины, следите за чистотой своих мужей, а желательно, если они будут обрезаны. Это во всех отношениях полезно. Да. На 31-й день после рождения первенца, вот, а если этот день выпадает в субботу, то на следующий день, это первенце, отец ребенка устраивает торжественную трапезу, которая называется пидьон габен. Пидьон габен – это выкуп первенцу, да. Отсюда, наверное, знаменитый артист Жан Габен. Произошел, да. Фамилия Габен, да, сын. Тот самый сын или первенец Габен. И если это первый сын у еврейской матери, то он подлежит выкупу, независимо от того, какой национальности его отец. Если из левитов или из кагенов, то тогда их не выкупают. Их не выкупают. Заповедь считается исполненной в тот момент, когда кто-либо из прямых потомков Аарона, это кагены, кагановичи, коганы и так далее, кацы. Да, что означает каген, седек, кац. Должен принять пять шекелей из рук счастливого отца. Можно это сделать в любой день, даже может сам первородный сын это сделать, если в свое время отец не сделал этого. И считается, что пять шекелей содержали 109 граммов чистого серебра. Эту сумму должен получить каген в обряде выкупа. То есть пять шекелей содержали 109 грамм серебра. Посчитайте, сколько стоит 109 грамм серебра по курсу, и вы получите соответствующую сумму. Но Государственный банк Израиля выпускает специальные монеты серебряные для обряда Пидьон Габен. Каждая такая монета равноценна одному библейскому шекелю. Набор из пяти монет продается в специальной коробочке и собрежен с сертификатом, который имеет подписи главных раввинов и Государственного банка. Есть особая церемония, которая сопровождается этот обряд. После того, как все гости омыли руки и произвести благословение над хлебом, отец приносит ребенка, кладет его на стол пересидящим Кагеном и говорит, «Моя жена-израилитка родила этого первородного сына». А Каген спрашивает, «Что ты хочешь больше? Твоего первенца сына или пять монет, которые ты обязан дать мне в качестве выкупа твоего сына по закону Торы?» И отец отвечает, «Я хочу моего сына-первенца и даю тебе пять монет в качестве выкупа, которые я обязан совершить». И дается вот эти монеты или сумма, которая соответствует по курсу 109 граммов серебра. Вот такие интересные обычаи. И следующая глава, видите, там говорится «О цареат», «О язве», и «Язва цареат», «Цар» означает узость, неприятность. И цареат – это либо выпадение части волос на голове, на бороде, изменение цвета одежды и стены домов тоже называется цареат. То есть, не только изъязвление на коже, но и определенные изменения. И может быть интересно, что для очищения от прокаженного нужно совершить определенный ритуал. Итак, Левит 15 глава говорит о законах чистоты тела. Три признака нечистоты тела. Нарыв и инфекция на теле. Второе – семя истечение. И третье – выпадение волос. Так? Левит 15 глава 1-30 стих говорит о нечистоте. И есть истечение какое-либо, которое течет из тела его. Не только истечение семени, истечение гноя, истечение лимфатических, жидкости, какое-либо пропотевание, через какие-то повреждения кожи. И это все относится к такому виду нечистоты. А также, говорится, всякая постель, на которой ляжет имеющие истечение, да, нечиста. И всякая вещь, на которой сядет, нечиста. Левит 15 глава 4 стих. И всякие, прикоснувшиеся к нечистой вещи, делаются нечистыми. А если у человека свинячий грипп сопли из носа, на кого эти сопли попадут, что получается? Становится он нечистым. Поэтому, товарищи, будьте кошерными и не чихайте друг на друга, да? У евреев были очень-таки строгие законы по вопросам чистоты и нечистоты, поэтому евреи сохраняли себе здоровье и жизнь даже в тех условиях, когда были вот эпидемии чумы, да, и других болезней. То есть, соблюдать эти вопросы чистоты полезно? Полезно во всех отношениях, как мы говорим. Хорошо. И есть два вида нечистоты. Первое, значит, это когда непосредственно идет прикосновение к трупу, да? Да. Или какой-либо нечистой вещи, да, и всякие прикоснувшиеся к нечистой вещи делаются нечистыми. Значит, первое, да, крупу или какое-либо выделение из человека, а второе, это какой-либо нечистой вещи. Значит, всякая постельная, которая ляжет, имеющая истечение, нечиста, и всякая вещь, на которой сядет, нечиста. Итак, первое, более серьезная нечистота, это соприкосновение к трупу или к трупу или к истечению, да, или к человеку, и второе, это прикосновение к вещи. Есть более строгие и менее строгие, да? Если кто прикоснется к костелью, должен вымыть одежды свои, омыться, и нечист будет до вечера. Кто сядет на какую-либо вещь, тот должен омыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. Вот. То есть, определенные вещи. Но есть такая нечистота, где можно просто до вечера, да, и дальше уже эта нечистота сама исчезает. И когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен отсчитать себе 7 дней от исчищения, вымыть одежды свои, омыть тело свое живой водой, и будет чист. То есть, по этой времени, после прекращения месячных, да, проходит сколько? 7 дней. После истечения месячных проходит 7 дней, затем миква, и что? И уже считается чистой. А если женщина имеет заболевание, например, гонорея, буквально истечение из половых органов, или мужчина имеет такое заболевание, то в данном случае нужно лечиться. И вот эти вопросы ритуальной чистоты и нечистоты спасли очень много еврейских женщин. Когда женщины соблюдали вот эти все законы, то рак шейки матки у религиозной женщины меньше встречался где-то в 200 раз, потом стал меньше в 30 раз, а сейчас уже практически что еврейские, что нееврейские женщины одинаково. Почему? потому что уже мало еврейских женщин, которые соблюдают строго эту женщину, которая имеет истечение во время месячных и 7 дней после месячных называется Нида. Нида. И тот, кто приходит в храм в состоянии ритуальной чистоты или имеет отношение к Ниде во время ее нечистоты, значит, тот будет отсечен. Поэтому законы ритуальной чистоты всегда были очень важны. 13 глава говорит о законах проказы. Но вы знаете, что интересно, что проказы это не только бывает на человеке, но, оказывается, 13 глава 47-48 говорит о проказе на одежде, да, и также даже о проказе на домах. И слово проказа Мицара оказывается, это злословие. Сейчас вот той проказы, которая была в те времена, сейчас нет. То, что сейчас называют заболевание проказа, это совершенно другое, хотя и похожее заболевание. Здесь говорилось о проказе, о язве царат, а Мицара говорят Мацы Шем Ра, то есть переносящие злое имя или злословище. Помните, кто первым был проказой поражен? Да, Мирьям, которая злословила о своем родном брате. Да. Вот. И она, это число, 12 глава, с 1 по 16 стих рассказывается об этом. И поэтому закон о прокаженном, который начинается, отрывок из книги Левит, 14 глава, это равенестические предостережения против Лашон Гаара. Злоязычия не видно, но раньше вот эти все законы, они действовали более активно. Вот, например, законы о соте, например, о жене блудливой, да, действовали безукоснительно, а сейчас вот такие законы не действуют, почему? По милости Божьей, да? Представьте, что если каждый из нас, говоривший слова злые, был прокаженным, да, тогда люди были более святые. Поэтому было, сейчас у нас больше Бог попускает, не потому, что мы лучше ставим. Значит, появлялись определенные виды пятна на одежде, да, и что там надо было, да, или на домах, опять-таки, это не та плесень, о которой мы сейчас говорим, да, в Израиле было сухо, но были пятна на домах. И говорят так, что если люди не видели о том, что происходило, да, тогда что нужно было? Появлялись пятна на одежде. Каждый видел, что это человек в засловище, да? Да, если, если, да, появлялись пятна на домах, ему пригласилось выносить все из избы, да, отсюда вот выражение, может быть, выносить сор из избы. Вот знаете, я был на Сахалине среди племени Ньюхов, у них сор из избы не выносят. Да, да, сжигают, когда уже избу передвигают на другое место. Ну, там у них раньше были, сейчас-то они, конечно, живут уже в нормальных домах, вот, хотя бывает зимой, когда в 40-60 до Радусова Мороза, а в районном центре поселили их вот таких вот пятиэтажках железобетонных. Это единственное спасение от Мороза, они себе эти чумы строят прямо на улице возле пятиэтажек и можно увидеть такую картину. Живут они в чумах в это время. А в чумах теплее, чем в этих пятиэтажках железобетонных. Ну, берется жерди, 12 таких жердей, ставится их в круг, вот так вот, здесь связывается и покрывается шкурами. Здесь оставляется место. Ну, шкурами животных, сейчас можно тканей, войлоком покрывать. Юрта, она лучше даже устроена, да? Но все равно есть для очага как у цуки, да? И выходит сверху в воздух. Иногда разделяется еще по логам на более такое теплое место. Чем меньше у вас помещение, тем легче его прогреть. Помещение без углов, оно лучше прогревается, чем помещение с углами, потому что сыр всегда на углах находится. И вот мы видим, что если у человека было проказа, да, то он должен был все выносить из своего дома, да? А дюхи, они не выносят ссор из дома, они переносят свой дом на другое место. Нельзя даже заметать и удалять золу из очага. Вот такие у них обычаи. Хорошо, так что царат, это не только, видите, язва, да, но и наказание за злословие. И идут дальше законы о чистоте сексуальных отношений, тагорат, габиш паха, то есть чистота семьи. Мы видим, что еврейский народ сохранился на протяжении столетий не только благодаря тому, что иудаизм это жизненное вероучение, но и в большей степени потому, что еврейское законодательство о супружестве всегда служило неистощимым источником обновления. Мы должны быть достаточно благоразумны, чтобы скрупулезно соблюдать эти законы, и этим путем мы увековечим духовный и этический уровень еврейского дома. Все это служит гармонии и спокойствии в нашем хаотическом мире. Хорошо. Ну, что делаем? Отдыхаем, да? Давайте будем отдыхать. И следующая глава Ахарей Мот после смерти будет у нас завтра. Ахарей Мот, то есть после смерти кого? Сынов Аарона, да? А на причастие можно женщину в правильной сану?